МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столица Чувашской республики, городу Чебоксары, скоро будем праздновать 550 лет существования. Столица нашей республики, безусловно, является главным городом для всех наших жителей. Мы, поколение, которое прожило на стыке двух веков, двух тысячелетий, помним наш город промышленным, рабочим. И в конце прошлого века в нашей столице были начаты грандиозные стройки, это ГЭС и тракторный завод. Сейчас мы видим, что город каждый день хорошеет и обустраивается. Приятно и то, что наш город был признан самым благоустроенным городом России. Мне, как летчику, приятнее всего, что в нашем городе, наряду с другими объектами, построены такие объекты, как Кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. Он тоже был летчиком, штурмовиком. И этот Кадетский корпус набрал лучших парней и девушек, которые хотят свою жизнь посвятить служению Отечеству. Кадетский корпус специализируется на авиации и космонавтике. Безусловно, это мне очень приятно, потому что я служил в авиации и пошел по стопам нашего прославленного легендарного летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева. И вот при открытии нашего Кадетского корпуса я открыто сказал населению, что это Кадетский корпус не только Чувашской республики, но и Приворского федерального округа. Но большинство здесь учатся дети наших жителей. И здесь начнется славный путь военных людей, которые в своей жизни наверняка достигнут больших результатов. Не зря же герой гражданской войны, легендарный комдив Василий Иван Чапаев тоже родом отсюда. Начальником штаба фронта во время Великой Отечественной войны был уроженец города Чебоксары генерал Боголюбов, который был очень грамотным офицером и руководил штабом фронта, планируя все сложнейшие операции для достижения победы. Мне приятно, что в Чебоксарах много оборонных предприятий, и когда мы выполняли свои обязанности по защите границы и конституционного строя, изделия, выпускаемые на наших заводах, часто показывали свою высокую эффективность. Я являюсь начальником штаба по организации патриотического молодежного движения «Союз наследники победы», куда приезжают дети со всех уголков бывшего Советского Союза, и они рассказывают, как их предки участвовали в защите нашей страны от фашизма. Также в этих сборах участвовали и представители Чувашии, которые с гордостью рассказывали, что из города Чебоксар на фронт ушли 14 тысяч человек. Из 40 тысяч человек это очень большой процент. И из Чувашии около 70 участников Великой Отечественной войны стали героями Советского Союза. Безусловно, это гордость нашей республики. Многие из них после войны продолжали трудиться здесь. И это Федот Никитич Орлов, также прославленный летчик, родом из Ядринского района, на чьей родине мне посчастливилось тоже в честь него установить памятник самолету Л-39. Мне приятно, что самолеты ПО-2, на которых наши ночные ведьмы летали в ночном небе, громя фашистов, тоже выпускались в Барпасадском районе. И наши жители положили много достойного вклада в достижение победы. Я думаю, что и в нынешнее время жители нашей республики, уроженцы города Чебоксары, будут активно участвовать в улучшении жизни в нашей стране, в процветании России. Редактор субтитров А.Семкин